Первым делом в Шатровском районе глава региона посетил крестьянско-фермерское хозяйство в селе Спицыно, где выращивают зерновые культуры и овощи. Площадь обрабатываемой пашни более 4000 гектаров. Продукцию реализуют не только на территории Зауралия, но и в Челябинской, Сверловской, Тюменской, Оренбургской областях, а также в Башкирии. Сегодня хозяйство успешно развивается. Здесь работает 95 человек из села Спицыно и соседних деревень Шатровского района. В КФХ есть 12 тракторов, 4 комбайна, 25 почвоперерабатывающих орудий, 12 автомобилей. В селе установлены 6 утепленных ангаров для хранения картофеля и овощей вместимостью до 10 тысяч тонн. Алексей Кокурин подчеркнул, одна из задач сельхозтоваропроизводителей – создать производственные склады, в которых можно будет реализовывать продукцию населению без наценок. Затем глава региона принял участие в открытии межпоселкового газопровода Шатрово-Кацкое-Мостовское протяженностью 32 километра. На эти цели из федерального бюджета было направлено более 5 миллионов рублей, из областного – около трех. Проектно-сметная документация разработана за счет средств местного бюджета. С приходом газа в это село получит новый импульс для экономического развития. Я думаю, что здесь будут открываться, пусть для начала, небольшие какие-то производственные мощности. Это создание новых рабочих мест и совсем другие комфортные условия для проживания в данном селе. Несколько сел еще у нас в Шатровском районе по программе «Маяк» планируется газифицировать. На 16-17 годы проектно-сметная документация готова. И если программа, мы убеждены, что она дальше будет работать, то и следующие селы в ближайшее время получат газ. После официальной части Алексей Кокорин посетил семью охотиных, в дом которых голубое топливо пришло одним из первых. Как рассказали хозяева, сегодня готовить еду и отапливать помещение стало намного проще. Пока еще мы не сильно ощущаем эти изменения. Топимся, мы вот с 8-го подключились. Было тепло, конечно, удобно. Лег спать тепло, встал тепло, не надо ни дров приносить, ни топить печку. Выставил температуру и лежи. В селе Мостовское 275 домовладений. Практически ко всем уже подведены газовые стояки. К 100 квартирам проложены необходимые коммуникации. Идет монтаж внутридомовых газопроводов. Местные жители надеются, что с появлением газа появится больше свободного времени, которое можно будет уделить своим детям и внукам. Александр Мироненко, Александр Менчиков, Александр Карпов. Информационное агентство Курганру.